Добрый день всем ценителям живописи и просто тем, кто сейчас слушает радио Серпухова. С вами Ольга Рожков. Я вновь приглашаю вас на экскурсию в Серпуховский историко-художественный музей. В прошлый раз мы познакомились с историей его возникновения, а сегодня начнем путешествие по залам. Как всегда, нашим искусствоводом станет заведующая научно-просветительским отделом музея Любовь Васильевна Кондрашова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы находимся в первом зале русского раздела. Этот зал называется портретным залом. И вообще XVIII век считается веком портрета. В конце XVII века у нас появляется светская живопись. И первое, что в ней появляется, это портрет. А до этого это семь веков великолепного древнерусского искусства. Это иконописи, росписи в храмах. А вот мостиком от иконы к портрету была парсуна, в переводе с латинского «персона», «лицо», «лик». И вот у нас здесь представлено две порсуны. Это Алексей Михайлович, отец Петра I, и Федор Алексеевич, сводный брат Петра I. Чем порсуна отличается от иконы? Если иконы пишутся темпером, краски разводятся в желтке, то порсуны уже пишутся масляными красками, как и вся светская живопись. Если икона пишется по канонам, по законам, то на порсуне мы уже можем узнать портретируемого. Вот мы знаем, что Федор Алексеевич тяжело болел. И вот на портрете мы видим вот это дутловатое серое лицо, и он во всех царских регалиях. Портреты в России появились при Петре Великом. Именно император-реформатор со своими сподвижниками завозит с Запада первые портреты, свои и свои жены Екатерины. Глядя на эти полотна, русские художники и иконописцы тоже стараются овладеть техникой западноевропейских мастеров. Так в России появляется светская живопись. И первое, что возникает, это парадный портрет. Парадный портрет – это когда человек изображен в полный рост, в парадном мундире, при наличии всех наград. И вот первый портрет в этом зале, предположительно, художника Колокольникова, неизвестный в мундире Измайловского полка. Что характерно для парадного портрета – это такие театральные позы, вычурные, пышные. И портрет парадный не столько говорит о самой личности, сколько о том, чего достиг этот человек в жизни, о его социальном статусе. Стены Серпуховского музея украшают портрет императрицы Екатерины I. К сожалению, автор его неизвестен. Екатерина I – это первая императрица, первая женщина, вошедшая на государственный престол. И здесь характерная особенность – это вот ее горностаевая накидка говорит о ее царской принадлежности. И также здесь присутствуют ордена. И вот второй портрет – это тоже Екатерина, но уже Екатерина II. Тоже, к сожалению, автор неизвестен. Портрет второй половины XVIII века. Автор, мы считаем, что это круг Эриксона. Портрет очень живой. Великолепные глаза Екатерины. Полуповорот такой, три четверти. Она смотрит на нас вдумчивым, таким серьезным взглядом. И здесь у нас тоже присутствует горностая, говоря о ее царской принадлежности. И все ордена. Можно обратить внимание, как великолепно блестят бриллианты, сверкая в свете лучей наших люстр. Рядом с Великой Екатериной расположился еще один потрясающий портрет. И опять же художник неизвестен. И опять же, предположительно, вторая половина XVIII века. Изображен на нем офицер Гатчинской гвардии Павла I. Если в наше время мы определяем звание офицера по его погонам, то в XVII веке звание определялось по расшивке на мундире. На этом портрете – бригадир. Это звание было отменено при Павле I. Бригадир – это был член между полковником и генералом. И посмотрев на этот портрет, можно предположить, что этот бригадир был весьма отважным человеком. Вот я смотрю вокруг себя, здесь очень много портретов, и написано, что автор неизвестен. А почему нет имен тех людей, которые написали вот эти полотна? Ну, это вот первая половина XVIII века. К нам пришли эти вещи в коллекцию, не атрибутированные. Поэтому мы точно не знаем, кто автор этих произведений. Наши искусствоведы работают над этими вопросами, изыскивают авторов. На волнах радио Серпухова «Вернисаж» и мы продолжаем нашу экскурсию по Серпуховскому историко-художественному музею. В середине XVIII века в России появляется своя школа живописи. Открывается Академия художеств. И молодые художники уже совершенно по-другому понимают портрет, по-другому описывают человека, изображая его на холсте. Им уже не важен ни социальный статус, ни достижения в жизни. Художникам интересен сам человек. Это и послужило толчком к возникновению нового вида портрета. Герой снимал парадный мундир, облачался в домашней платье, принимал менее картинную позу. Такие портреты чаще висели в комнатах хозяев дома. Их называют камерными, оплечными или интимными. И вот перед нами великолепный автор Рокотов. И вот я вернусь к тому моменту, что в 1757 году у нас открывается Академия художеств. И в уставе Академии было записано, принимаются все сословия, кроме крепостных. А вот Рокотов как раз был крепостным. Но он был необыкновенно талантливым художником. Крепостным он был у князей Репниных, он был рано освобожден. Современники писали о нем, что он скор на руку. Что за три сеанса он мог передать не только внешнее сходство человека, но передать на полотно как бы всю душу его. Необыкновенный художник, великолепный представитель своего времени. Современники говорили, что вот Рокотов и Левицкий, они возглавили плеяду молодых художников, которые, перешагнув через два столетия, стали вровень с западноевропейскими художниками. О Рокотове еще можно сказать, если говорить на современном языке, что он был как бы трудоголиком. У него в мастерской в один момент могло стоять до 47 работ. Настолько он был трудолюбив, необыкновенно интересный художник. В зале нашего музея представлен один портрет работы Рокотова. До сих пор неизвестно, кто этот человек со спокойным вдумчивым взглядом. Искусствоведы уже пытались ответить на этот вопрос, проводили исследования. К единому мнению они так и не пришли. Поэтому сейчас это просто портрет неизвестного. Второй художник, о котором хотела бы я сказать в этом зале, это Левицкий. Он приехал в Академию с Украины. Папа его был гравером в Киевской Печорской лабре. И был его первым учителем. И если сравнивать работы Левицкого и Рокотова, у Рокотова такие лирические, поэтические, у Левицкого тоже необыкновенные работы. И если сравнивать с поэзией, это скорее такие хвалебные оды Державина. Сам человек собой доволен и художник, любуется. Имени у героя картины Левицкого тоже нет. Это еще один портрет неизвестного. Вот когда открылась наша Академия, практически своих преподавателей не было. В основном это итальянцы, французы, которые приезжали преподавать нашу Академию. И современники писали, что, приехав в нашу Академию, преподавали там, писали высокопоставленных особ и с полными мешками денег уезжали к себе на родину. Я хочу показать замечательную работу одного из преподавателей именно того времени, когда в Академии учились Рокотов-Ревицкий. Это Лагрене, француз. У нас вот такая замечательная работа, как «Аллегория Екатерина II. Покровительница наук и искусств». Ну вот в центре выседает Екатерина, сзади нее богиня правосудия. Вот у нее весы. Екатерина вершит суд. Здесь богиня победы. Она попирает турецкие доспехи. Во времена Екатерины было две русско-турецкие войны, и мы обе победили. Здесь гений сверхподнятым факелом, значит, гений Екатерины процветает. Ей представляют чертеж здания. По всей вероятности, это здание Академии художеств, потому что через семь лет после открытия Академии художеств во времена Екатерины была реорганизация Академии. А здесь вот богиня истории. Она записывает деяния великой Екатерины в книгу истории. Вверху богиня славы. Она трубит и прогоняет бога времени. Бог времени с часами, с косой. Нам всем отмерен кусочек своей жизни. Но Екатерина настолько знатна и велика, что время над ней не властно. И поэтому богиня славы прогоняет время. А вверху бог солнца, Аполлон, как бы благословляет все деяния Екатерины. Здесь же присутствует портрет ее сына Павла. И еще одна аллегорическая вещь – это венчание Павла. О картинах можно много говорить. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Действительно, очень советую вам посетить Серпуховский историко-художественный музей. И своими глазами посмотрите на эти и другие шедевры живописи. Не пожалеете. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Экскурсию по музею для вас провела Любовь Васильевна Кондрашова. Вместе с вами ее слушали звукооператор Дмитрий Стенчев и автор Ольга Рожкова. Большое спасибо музею за эту встречу. Удачи вам, дорогие радиослушатели. И до скорого. Удачи вам, дорогие радиослушатели.